Приветствую вас и мои коллеги дали вам очень хорошие рекомендации, особенно Лилия. Я думаю, что если вы Лилию наслушаете, то ваша жизнь определенно не станет такой, какой она была раньше. Вы определенно что-то в ней поменяете, что-то в ней измените. Но давайте с вами предположим, что никакого страха, глубинного страха перед выбором у вас нет. Думаю, что на то и направлено множество ответов, чтобы помочь вам осознать то, что взглядов у ситуации может быть много. Но вариантов развития этой ситуации тоже может быть очень много. И давайте попробуем подумать с вами вот над чем. Вы пишите такую вещь, что наши мужчины вам постоянно все ограничивают. Мужчина не дает вам ничем заниматься, да, мужчина вот такой плохой мужчина, ужасный человек. И вы по какой-то причине, по какой-то непонятной причине его, значит, слушаете и к нему прислушиваетесь. В этом, в принципе, в том, что вы к нему прислушиваетесь, нету ничего необычного. Вы хотите отношения-то сохранить, я вас понимаю. Но для того, чтобы сохранить отношения, нужно понимать, а для чего мужчина делает то, что он делает. Для чего ему запрет, который он вам постоянно ставит? Почему он это делает? Вам нужно для себя осознать, что молодой человек не уверен в себе. Молодой человек на самом-то деле сомневается в себе. Молодой человек понимает, что вы привлекательная женщина, и что на вас может, скажем так, покушиться, на вас может обратить внимание другой мужчина. И вот это, это пугает вашего молодого человека, по моему мнению, ну, скажем так, сильнее всего. То есть, ему не нравится не сам факт того, что вы там, вот знаете, что-то делаете, да, что вы там с кем-то здороваетесь, где-то работаете и так далее. Ему не приятен сам факт того, что вы можете его бросить ради, ну, скажем, другого мужчины. И этот страх, эта неуверенность в себе, молодому человеку, не позволяет обращаться с вами, ну, правильным образом, соответствующим образом. Не позволяет ему давать вам определенную свободу, не позволяет вам как-то быть собой, жить для себя и так далее. И вот этот аспект, что он принуждает вас, он заставляет вас что-то делать, вот этот аспект как раз-таки говорит о том, что мужчина, ну, он вас не очень-то и любит. Потому что, если бы он любил, он бы хотел вам счастье. Если бы он любил, он бы позволял вам быть собой и делать то, что вы хотите. При этом, самостоятельно вкладывая энергию и силы в то, чтобы делать вас счастливой. И тем самым привязывая вас к себе, тем самым давая понять, что вы с ним, ну, самые счастливые женщины на встрече. Понятно, что мужчина ничего подобного не делает. Наоборот, он пытается вас привязать. Пытается вас привязать, значит, не уверяясь в себе, значит, у него есть собственные страхи. Предположим, что молодой человек действительно вас любит, ага, предположим, что молодой человек действительно испытывает к вам чувства, но его внутренние страхи, внутренние демоны, скажем так, мешают ему, грубо говоря, относиться к вам адекватно, относиться к вам правильно и так далее. Что в этой ситуации вам можно и нужно сделать? Что в этой ситуации вообще возможно сделать, спросите вы? В этой ситуации можно сделать следующее. Поскольку вы понимаете, что, ну, молодой человек пытается вас закрепить в четырех стенах, грубо говоря, он не остановится. То есть его аппетиты будут постоянно расти. Это вы, в общем-то, достаточно правильно поняли. Если вы правильно поняли, что молодой человек будет только развивать вот это вот, это направление, при котором у вас почти не остается никакой возможности жить как-то для себя и что-то делать для себя, то нужно с вашим мужчиной поступать достаточно жестко. Как? Во-первых, сказать ему прямо о том, что вам не нравится, вас не устраивает такая ситуация, что, значит, вы не можете заниматься тем, что вам нравится. Ну, вот не устраивает вас такая ситуация. И вы, собственно, говорите ему о том, что терпеть подобное вы не намерены. И если потребуется, то вы будете действовать так, как вы считаете нужным, а так, как вы хотите. Для чего? Почему? Потому что это в вашей жизни, вы хотите добиться не того, что нужно вам, а не того, что вам нужно, грубо говоря, молодому человеку. И если молодой человек вас любит, если молодой человек к вам стремится, а если молодой человек действительно делает вам сердце, то ему поначалу, конечно же, будет тяжело как-то вас принять, принять такое вот ваше изменение, принять такое вот ваше своеволие, но тем не менее, понимая, что по-другому вы не будете с ним, и не желая вас перестерять, а также, осознав, что у него есть свои собственные проблемы, и он, по сути, эти проблемы перевешивает на вас, вот, мужчина как-то скорректирует свое поведение, и будет меньше вам всего запрещать. Без этого отношения, без подобного поведения, в любом случае, вне зависимости от того, есть у вас какой-то глубинный страх или нет, в любом случае, мужчина не даст вам спокойно заниматься дефицитами. Предположим, у вас действительно есть какой-то страх, вы его преодолеете, и что произойдет? Произойдет, что вы будете более своевольно решать свои вопросы, более своевольно идти к своим целям, и это своеволие будет раздать конфликт и скандал. Если вам действительно хочется чего-то в жизни добиться, то это чего-то нужно отстаивать. И отстаивание происходит не через навязывание что-то другому человеку, а через занятия тем, что вас интересует. Через направление, направление туда, куда вы хотите идти. И если люди принимают это, дорожают вами, ценят вас и любят, то они следуют за вами. Они идут рядом с вами и разделяют ваши успехи, ваши поражения. Если же люди через вас пытаются реализовать свои цели, свои желания, то можно говорить о том, что такие субъекты, такие лица занимаются ничем иным, как попыткой подстроить вас под себя, а это никогда не кончится счастьем двоих людей. Гармонизировать отношения можно только в том случае, если оба человека этого хотят. Если ваш молодой человек осознает, что у него проблемы на почве ревности, на почве неуверенности в себе, то это его проблемы. К вам они отношения не имеют никакого. Ну, а если он осознает это, допускает тот шанс, что у него действительно есть какие-то проблемы, то с этим можно что-то делать. С этим можно что-то сшать. А если нет, то ничего вы здесь не сделаете. Вы можете сколько угодно подстраиваться, искать, но если человек не готов принять вас, он и не примет. И будет искать другую женщину, которая, ну, скажем так, ему подчинится, и будет выполнять только то, что он говорит и говорит. Но это уж никак, вы понимаете, не ваши проблемы. Это уж никак, вы понимаете, не ваша беда. И да, придется молодым человеком расстаться, да, придется попасть какое-то время без него, и здесь нужно спросить себя так. Вы пишите, что вы мягкая, и что вы не можете никому не грубить. Вы пишите, что вы хотите учиться за себя постоять. И я здесь вынуден вас спросить, с чем связана подобная характеристика вас, как личности. Почему вы чути, все мягко, испытываете ли вы дискомфорт, от этого хотите ли вы измениться. Почему вы не можете за себя постоять, и то есть хотите измениться. Может быть, в этом все дело, что вы не можете возражать своему мышлению, потому что так же в себе не уверены. Если это действительно так, и вы не уверены в себе в чем-то, то с этой неуверенность, а наоборот. В противном случае, вы рискуете всю жизнь прожить по дудку других людей и по указке ответа к других людей. А это не делает вас счастливы, тем более, что вы достаточно упорно двигаетесь к своей цели, а мышцы совершенно откровенно воспользуют, я бы сказал, даже шантазируют и манипулируют. Только вот непонятно, с чем он манипулирует. А может быть, вы в нем что-то для себя нашли, какие-то удовлетворения своих желаний, тогда это тоже нужно разобрать, чтобы стать независимым. Пока создавается решение, что вы отчасти зависимы от мужчины, отчасти неуверенны в себе, и отчасти не понимаете в чем проблема вашей ситуации. Вы думаете, что это проблема ваша, и что вашему молодому человеку можно что-то объяснить. На самом деле объяснить вашему молодому человеку нельзя практически ничего. Ему можно только показать и научить, если он хочет, если он нравится с вами, если он действительно любит вас. Ну и неплохо было бы указать ему на его проблемы в том контексте, в котором я вам описал. Поэтому все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!